По мнению руководства ЮРГУ, решать судьбу часовни в университетском сквере должны студенты и преподаватели. Мы сами студентки ЮРГУ и считаем, что лучше дать общественное место для нас, студентов, которые смогут там общаться, как-то с кем-то знакомиться или подучить какой-то материал. Мне бы лично не хотелось ее появления, несмотря на то, что к религии, к верующим я всегда относился нейтрально, но я считаю, что религия не должна вмешиваться в жизнь остальных граждан. Я, безусловно, против. Я преподаватель ЮРГУ и совсем не хочу читать лекции по звонку колоколов. Может быть, этот объект и нужен, но не в этом месте. Но урбанист Лев Владов, который и организовал публичное обсуждение, считает иначе, ведь студенты и преподаватели постоянно меняются. Слушать нужно жителей района. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы любой храм появлялся как желанный объект. Вопрос, быть часовней или не быть, здесь не рассматривается. Мы сегодня попробуем найти аргументы за строительство, попробуем найти аргументы альтернативы строительству, то есть попробуем увидеть и услышать друг друга. Я не исключаю, что у нас встреча будет не последней. Сейчас университетский сквер вызывает немало вопросов даже у главы района. Да, все достаточно убого. И, соответственно, складывается такое впечатление очень убого, неухоженного места. Я с этим согласен. Несмотря на то, что мы там весной лавочки подкрашиваем, там урны подкрашиваем, почему давно не делается этот сквер, у меня такой же большой вопрос с 2013 года, как я только заступил на должность. Оба, сейчас уже не работающих фонтана, когда-то успешно функционировали. Один принадлежал частнику. На себя обязанности брал по содержанию половины, я как человек помню, этого сквера, этот землепользователь. К нашему сожалению, он не реализовал ни свои права, и ему, соответственно, не выполнил свои обязательства. Второй фонтан обслуживал Юргу, но тоже недолго. Сейчас сквер в запустении, поэтому часовня могла бы его преобразить. Тем более, как говорят сами жители, территория возле храма всегда ухожена. Но, оказывается, изменения произойдут даже без религиозного объекта. Этот сквер включен в программу благоустройства городской среды, комфортная городская среда на 2020 год. К тому же, в том случае, если у нас проходят саммиты ШОС-БРИКС, эта территория является тем самым гостевым маршрутом, который будут благоустраивать, и этот сквер попадает в эту территорию. Нужен или нет на этом месте храм, горожане вместе с представителями РПЦ обсуждали около двух часов. Большинство не против конкретно религиозного объекта, но против какой-либо застройки в сквере. Поэтому пришли к выводу найти новое место для храма рядом с Юргу и совместно поддерживать проект.